В этом ролике готовлю бюджетное меню из расчета на четверых человек и стоимостью в 1000 рублей или 400 гривен. При этом я не буду использовать самые дешевые варианты продуктов, например, сырный продукт вместо сыра или спрет вместо сливочного масла. Обыграю бюджетность за счет набора блюд. Список ингредиентов для каждого рецепта размещаю по ходу приготовления, а итоговый список ингредиентов будет в описании под этим роликом. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Естественно, понятие бюджетности – это очень субъективная штука, поэтому я приготовлю набор очень вкусных блюд для новогоднего стола. И в конце озвучу сумму, в которую мне обошлись все блюда. Начинаю приготовление меню с десерта. Вместо торта я предлагаю приготовить элегантный порционный десерт флан, он же крем-карамель. Готовится всего из трех ингредиентов, процесс очень простой, и незаморочливый, что сохраняет силы и время, а выглядит он так изысканно. Первым делом высыпаю 80 граммов сахара на сухую сковородку и отправляю ее на минимальный огонь. Жду, когда сахар расплавится и приобретет приятный карамельный цвет. Все кристаллики должны разойтись. Для четырех порций понадобятся керамические формочки или чашки с прямыми боками, объемом 250 мл. Объем моих формочек 200 мл, так что получится не 4, а 5 порций. Разливаю карамель по формочкам и даю ей застыть. Этим временем готовлю основную массу. В молоко всыпаю 40 граммов сахара и отправляю его на огонь. Довожу до кипения. К яйцам всыпаю оставшиеся 40 граммов сахара и перемешиваю до однородности. Продолжаю перемешивать яйца и постепенно вливаю к яйцам горячее молоко, темперирую яйца. Готовлю емкость для водяной бани. У меня это просто широкая глубокая сковорода. На дно укладываю ткань и расставляю формочки с уже застывшей карамелью. Теперь разливаю яичную массу по формочкам с карамелью. Использую сито, чтобы убрать какие-то оставшиеся небольшие сгустки. Вливаю в сковородку кипяток, чтобы его уровень доходил примерно до уровня массы в формочках. Отправляю все в духовку, разогретую до 150 градусов, и готовлю в течение 20-25 минут до дрожащей серединки. После этого вынимаю формочки из воды и даю им остыть, а после убираю в холодильник на сутки. Очень важно выдержать флан именно сутки. За это время карамель на дне полностью растает, благодаря влаге, и превратится в карамельный соус. Перед подачей я аккуратно провожу ножом вдоль стенок формочки и переворачиваю флан на тарелку. Нежную массу, напоминающую пудинг, окутывает ярким карамельным соусом. Идеальный праздничный десерт, который дополнит и завершит весь ужин, и при этом не оставит неприятной тяжести в желудке. Теперь займусь остальными блюдами. Сперва разделываю курицу. Мне потребуется филе и кожа с грудки для горячего, два окорочка для салата и закуски, а остальные части пойдут на бульон, который затем станет основой для заливного. Итак, разделав курицу, окорочка и обрезки отправляю в трехлитровую кастрюлю, заливаю водой и варю в течение 30-35 минут с момента закипания, снимая пену и присолив бульон. Когда мясо будет готово, извлекаю окорочка, обрезки и даю им остыть, а бульон остужаю отдельно. Если нужно сделать это быстро, просто поставьте кастрюлю с бульоном в миску, наполненную холодной водой. Готовлю рассол для филе. Растворяю соль в чистой воде комнатной температуры. Заливаю филе рассолом и убираю в холодильник на ночь, а кожу просто укладываю в банку и тоже убираю в холодильник. Готовлю заливное. Желатин заливаю охлажденным бульоном 200 мл, даю набухнуть. Горошек отправляю в кипящую подсоленную воду и провариваю в течение минуты с момента закипания, после чего откидываю его на сито и обдаю холодной водой, чтобы резко остудить его и сохранить яркий цвет. Даю горошку стечь. Отвариваю сразу весь горошек и для заливного, и для салата, чтобы сэкономить время. Нарезаю сладкий перец небольшими кубиками. Примерно такого же размера кусочками нарезаю отваренную морковь и соленые огурцы. Отправляю перец, морковь, огурцы и горошек в миску. С куриных обрезков снимаю оставшееся мясо и смешиваю его с овощами. Приправляю солью и перцем. Для подачи буду использовать стаканчики. Можно использовать какие-то формочки, которые затем можно перевернуть на тарелку, но со стаканчиками не придется возиться с переворачиванием, и при этом в них прекрасно видна яркость блюда. Считаю, что в условиях праздников и больших приготовлений очень важно экономить свои силы. Если считаете так же, напишите об этом в комментариях. Распределяю смесь по стаканчикам, заполняя их полностью. Распускаю набухший желатин в микроволновке или на водяной бане и смешиваю его с оставшимся количеством бульона 400 мл. Заливаю получившейся смесью стаканчики и убираю их в холодильник. Теперь мариную грибы. Для этого стоит выбрать небольшие по размеру экземпляры. Довожу до кипения воду в кастрюле и отправляю в кипяток грибы. Варю с момента закипания в течение 10 минут, после чего откидываю их на сито. Сперва грибы будут находиться на поверхности и будет активно образовываться пена, но затем грибы опустятся в толщу воды, пена осядет, а сами грибы станут меньшего объема. Теперь готовлю рассол. В небольшой ковш отправляю сахар, соль, зерна, горчицы. Вливаю уксус у меня яблочный и воду. Отправляю смесь на огонь и довожу до кипения. Помешиваю, чтобы сахар и соль растворились, и снимаю рассол с огня. Грибы отправляю в пол-литровую банку и заливаю их горячим рассолом. Закрываю банку, даю остыть при комнатной температуре, а затем убираю грибы в холодильник на ночь. Перед подачей рассол сливаю, нарезаю тонко луковицу и смешиваю грибы с луком, заправив небольшим количеством растительного масла. Мариную свеклу. Обожаю эту закуску. Она такая простая и при этом очень вкусная. Свеклу натираю на крупной терке. Использую свой кухонный комбайн. Также можно использовать терку для моркови по-корейски. Мелко рублю чеснок, отправляю его к свекле и перемешиваю. Готовлю заправку. Смешиваю мед, соль, молотый кориандр с уксусом у меня яблочный и растительным маслом. Прогреваю смесь практически до кипения. Я делаю это в микроволновке. Если нагревать на плите, важно не перегреть ее. Как только уксус начинает закипать, готово. Перемешиваю заправку, чтобы мед полностью разошелся, и выливаю ее в свеклу. Перемешиваю до равномерного распределения, накрываю пленкой и убираю в холод на ночь. Приступаю к закуске из лаваша. Морковь натираю на мелкой терке и натираю также адыгейский сыр. Так как он довольно мягкий, его можно и просто вилкой размять. Пропускаю через пресс чеснок, добавляю сметану и приправляю солью перцем. Перемешиваю массу. Теперь снимаю кожу с отваренных окорочков, удаляю кости, а мясо делю на небольшие кусочки. Отправляю половину мяса к моркови и вмешиваю его. Вторая половина мяса пойдет в салат. У меня два продолговатых лаваша. Разрезаю каждый на 6 квадратов. В зависимости от формы и размера лаваша, можно сделать порции разного размера. На каждую порцию лаваша выкладываю начинку и сворачиваю все как шаурму. Выкладываю порции на противень, застеленный пергаментом, и смазываю верх растительным маслом, чтобы получить хрустящую поверхность. Отправляю в духовку, разогретую до 220 градусов на 15 минут. Перехожу к паштету из селедки. Я взяла уже разделанное филе весом 200 граммов. Если сельдь крупная, будет достаточно одной тушки. Грубо нарезаю филе сельди, сваренное вкрутую яйца и лук. Удаляю сердцевину у кислого яблока и очищаю его от кожуры. Грубо нарезаю. Отправляю в комбайн все нарезанные ингредиенты и сливочное масло комнатной температуры. Приправляю все перцем. Измельчаю массу до однородности. Если необходимо, готовый паштет можно приправить солью. Перед подачей выкладываю паштет на крекеры. Порция получается на один укус, что очень удобно. Выкладывать можно при помощи чайных ложек, а я использую небольшую ложку для мороженого, которая идеально подошла под размер крекеров. Дополняю закуску нарезанным зеленым луком. Приступаю к приготовлению основного блюда. Это будет рулет из куриного филе с грибами и адыгейским сыром. Первым делом режу пластинами грибы и обжариваю их на сильном огне на ложке масла. Готовлю до румяности, после чего даю остыть. Просоленное куриное филе надрезаю, чтобы распластать его, а затем хорошенько отбиваю. Формую из двух отбитых филе единый пласт и распределяю по нему обжаренные грибы. Разминаю руками и распределяю поверх грибов сыр. Перчу начинку и сворачиваю мясо рулетом. Теперь накрываю рулет кожей с грудки. Он сохранит сочность мяса. Если не любите кожу, перед подачей ее можно будет просто убрать. Обвязываю рулет кулинарным шпагатом, чтобы зафиксировать его. Перекладываю рулет в форму для запекания и отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-45 минут. Перед подачей снимаю нить и нарезаю рулет на толстые куски. Выделившиеся за время запекания соки сохраняю и подаю блюдо с ними. Если у вашей духовки есть режим конвекции, основное и гарнир удобно готовить одновременно. Как раз к его приготовлению я и перехожу. Готовлю ленивый гратен. В глубокой миске смешиваю сметану с яйцом. Добавляю пропущенный через пресс чеснок, а также соль и перец. Перемешиваю. Картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами. Использую для этого свой кухонный комбайн, но можно сделать это и вручную. Отправляю картофель в миску со сметаной и яйцом. И перемешиваю все так, чтобы пластины картофеля были окутаны смесью. Смазываю форму для запекания растительным маслом и выкладываю в нее весь картофель. Натираю твердый сыр и распределяю его поверх картофеля. Готовлю гратен при температуре 200 градусов в течение 40-45 минут. Пока предыдущее блюдо в духовке, готовлю салат. Натираю на крупной терке речку, морковь, а капусту шинкую. Использую для этого свой комбайн. Отправляю овощи в глубокую миску. К ним отправляю ранее подготовленный горошек и оставшуюся половину мяса с окорочков. Приправляю салат с солью, перцем и заправляю майонезом. У меня домашний на молоке, ссылка на рецепт будет в описании. Тщательно перемешиваю. Делитесь этим видео, если считаете его достойным. Ставьте палец вверх, если оно вам понравилось. И в комментариях поделитесь, понравилось ли вам это меню в комплексе. Или вы бы взяли отсюда какие-то отдельные рецепты. Если вы пропустили, то напомню, что в прошлом ролике были вкуснейшие новогодние салаты. А в следующем ролике будут вкуснейшие новогодние закуски. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной. Жмите на колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь вкусная.